Ребят, привет! В этом видео хотел бы вам показать, как раздать мобильный интернет со смартфона в ваш телевизор. Буду все показывать в смартфоне Android, так как у меня айфона нет. Итак, включить точку доступа можно быстрым вариантом и чуть иным вариантом. Давайте рассмотрим быстрый вариант изначально. Итак, включая мобильный интернет, вот у меня интернет работает, 4G, все хорошо. Опускаю я шторку в своем смартфоне, опускаю чуть ниже и вот он вот такой вот значок. Значок точки доступа. Активирую. Теперь пальцем удерживаю на этом значке и появляется вот такое меню точка доступа Wi-Fi. Теперь давайте рассмотрим второй вариант вызова точки доступа. В вашем смартфоне находим настройки, вот она шестеренка, переходим. И здесь в поиске настроек вводим слово точка доступа. Даже хватает просто слова точка. Все, ввели и вот появляется меню точка доступа Wi-Fi. Переходим. Вот у меня называется точка доступа Redmi 10C. Это мой смартфон. Итак, переходим в настройки точки доступа. И вот смотрите, вы можете изменить название своей точки доступа, выставить любое другое, не обязательно название вашего смартфона. А также изменить пароль. Вот переходим в раздел пароль, нажимаем глазик, появляется вот такой вот пароль по умолчанию. Но он какой-то сильно сложный, поэтому его можно изменить. Пароль должен быть восьмизначный. Если будет меньше символов, тогда вот эта птичка вверху не активируется. Я набрал самый обычный пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Название точки доступа я не изменял, но вы можете изменить, все меняется легко. Все, теперь жму вот эту птичку в правом верхнем углу, то есть я подтверждаю сохранение новых настроек. Все, отлично. И автоматически у меня включилась точка доступа. Если паузу ног этот не включится у вас, тогда сами его включите, чтобы он был активный. Теперь переходим в ваш телевизор. Вот здесь сверху есть меню. И вот они настройки, вот такая шестеренка. Переходим в эту шестеренку. Дальше выбираем соединение. Потом выбираем раздел сеть. Здесь выбираем конфигурация сети. Выбираем тип подключения, вот здесь где. Если у вас установлен был Ethernet, он не подойдет. Включаем беспроводное обязательно. Все. И теперь что мы делаем? Опускаемся чуть ниже и жмем кнопку обновить. Для того, чтобы обновился список интернет сетей. И вот вы видите мой смартфон Redmi 10C. Перехожу в него. Здесь теперь нужно ввести пароль от вашей точки доступа. Теперь чуть ниже опускаемся. Вот я выставляю показать пароль, чтобы мне видно было, что я буду водить. Ставим птичку, чтобы было показано. И вот этот пароль, который был в настройках точки доступа, вот оно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нужно ввести его в телевизоре. Вот я его ввел. Теперь на клавиатуре выбираем кнопку ОК. И подтверждаем на пульте ОК. Все отлично. Подключение произошло. Давайте проверим. Еще раз зайдем. Все хорошо. Все запомнило. Теперь выходим назад. И вот здесь выбираем подключение к интернету. Переходим. И выбираем тест подключения. И вот смотрите, все ОК. То есть интернет есть в телевизоре. Видите, везде птички. То есть соединение произошло успешно. Жмем кнопку ОК. Тест пройден успешно. Ну и все. Теперь вы можете пользоваться интернетом, раздавая его со своего смартфона. То есть раздавать вы будете мобильный интернет к себе в телевизор. Если у вас на данный момент какие-то неполадки с интернет-соединения. Например, ваш домашний интернет сейчас не работает. Какие-то технические проблемы. Всегда можно раздать интернет со смартфона в телевизор и пользоваться интернетом. Ребята, если вы владелец телевизора с операционной системой вида, переходите в этот телеграм-канал. Ссылку оставлю в описании. Когда зайдете, сразу вверху нажмите закрепленное меню. И откроется меню с ссылками, где вы найдете очень много полезной информации. А также вы можете задать свой любой вопрос. Пишите, вступайте, ссылка будет в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.